Девушки отдыхают У нас проблема Да Хьюстон, у нас проблема Вот именно с этих слов я начинаю свой рассказ о нашей поездке на северные озера Бурятии Примерно через 60 километров у нас срезало шпильки и оторвало заднее колесо Затопили печку, печка начала обгорать и дымить в салоне То есть нас преследовали какие-то мелкие недочеты Игорь Борисович выдвинул по этому поводу свою версию Произошло, знаешь, почему? Почему? Потому что Женам надо со спокойной душой уже отпускать на рыбалку Я-то думал, мы просто гайки не закрутили Но версия Игоря Борисовича, конечно, имеет право на свое существование Поэтому, дорогие наши жены, дорогие женщины Когда ваши мужчины собираются на рыбалку Отпускайте их только с легкой душой Чтобы у них не летали по трассе колеса Мы же, тем временем, сгоняли в соседнее село Раздобыли там шпильки Устранили неисправности Двинулись дальше Наша радость от преодоления первого препятствия продлилась недолго На пути у нас возникла другая неисправность Стал нагреваться бензонасос Ну и здесь мы нашли, как с этим справиться Как говорят про наши уазики Всегда ранен, но никогда не убит Так тихо, мирно мы с небольшими приключениями Добрались до села Багдарино Там есть два отличных магазина запчастей Мы нашли там все нужные нам запчасти Купили шпильки, гайки, ну и другую мелочь И уже направились дальше Из-за различных форс-мажорных обстоятельств Мы 350 километров преодолели за 12 часов Вышли на русло реки Цепикан и остановились на ночлег Только здесь мы оценили по-настоящему всю прелесть нашей таблетки Остановились где захотели, затопили печку, сварили ужин, поужинали и завалились спать Утром мы продолжили свой дух До заветных наших лунок оставалось еще целых 200 километров Мы двигались по реке Цепикан Потом переехали на реку Цепа И там встретили интересных мужиков Эти мужики на наших глазах вытащили Сига Мы прямо чуть с машины не повыпрыгали, видя такую картину Мужики охотно с нами поделились своими тайнами рыболовного искусства А также рассказали нам о своем необычном доме Видите, стоит автомашина, она внутри палатки Там установлена печка-буржуйка, столик И вот таким вот образом они там живут Используют данное сооружение уже не первый год И им очень довольны Мы попрощались с мужиками и направились дальше По дороге мы еще не раз останавливались и расспрашивали мужиков Как идет рыбалка, на что ловят И так потихоньку сами добрались Нам уже не терпелось самим начать ловить рыбу Место нашей рыбалки на этот раз Так называемые Кадалинские озера Расположенные в республике Бурятия в Баунтовском районе Ноу-хау! Эксперимент ни разу еще не испытывали в деле Как себя поведет неизвестно Это электро-ледобур Который Игорь Борисович сделал своими руками Мы об этом сняли целый фильм с обзором Если кому станет интересно Тот может посмотреть этот фильм на моем канале На озере, кроме нас, стояло еще несколько так называемых рыболовных бригад С одной из них мы сразу же познакомились Так как нам понадобилась сварка А у них она оказалась Это мужики из Борзи Настоящие самородки Вы видите, какой сделали они для себя дом Настоящие хоромы Там даже телевизор есть, полки Душ В общем, рыбалка в таких условиях Ну просто Замечательная или великолепная Такие давно на рыбалке И первый вопрос, который нам задали они Это кто победил на выборах Я поняв, что они не имеют информации Тут же их разыграл Сказал, что на выборах победила Ксения Собчак Крым мы уже отдали И теперь у нас новая жизнь Реакция мужиков меня очень порадовала Я увидел в их глазах растерянность и даже какой-то страх Сообразив, я быстро-быстро им рассказал правду Так как, чтобы не быть битым Как гонец, приносящий плохую весть Наконец-то на второй день наших приключений началась рыбалка И вот первое достойное вознаграждение нашей поездки Вот такой вот сорога Вот такой вот сорога Молодец, молодец, Артем Сразу же вторая поклевка Опа Хороший Окунек Окунек Процесс идет Щука на балансир взяли Вот такая Она сопротивляется Только медицинскими ножницами Вот таким вот образом достается Вот смотри Это я оставил Даже рукой потрогай Вверх чуть-чуть Ага, вот что-то поймалось такое На самом деле, ничего там не поймалось Но рыбалка, как вы уже поняли, в самом разгаре Вот так готовим мы вечером ужин В машине Артем у нас за шеф-повара Артем, что вы сегодня готовите на ужин? Суп гороховый С мясом свинины Отлично Греет печка Топится понемножку Мы двери не закрываем Так как будет жарко И потом кострюм Испарение Испарение большое От кипения воды Сегодня мы ночевали вторую ночь Раннее утро Стоит отличная погода Мужики проверяют уже самоловые Игорь Борисович отправился Проверять Долбить лунки Окунек Окунек Вот еще была одна поклевка И несу еще что-то Так, что там идет? О! Хороший такой окунь Хороший Хороший Окунек такой Шикарный Ну здорово Все Рыбалка идет Поймали немножко окуньков На живца И ставим самоловчики Этот процесс в общем-то достаточно известный Ну и является наиболее эффективным на рыбалке Наша рыбалка продолжается Сейчас мы разошлись по своим палаткам И здесь уже ловят рыбу Каждый индивидуально Я уже начал рыбачить на 4 удочки Была поклевка Была? Ага Поклевка была на этого На караеда На желтую мормышку Вот Игорь Борисович Поймал щуку на самолова Или самолов Поймал щуку Поймал щуку на самолова Рыбалка Рыбка такая волшебная Рыбка такая волшебная С множеством крючков Вчера на такой же балансир я поймал щуку Ну примерно килограмм Килограмма полтора Поклевка Подцепили Сейчас смотрим Что мы тащим Скорее всего Окунек небольшой Окунек Ну вот Вот такой Окунек Окунки Конечно Здесь ловятся Но что я вам хочу сказать Это то Что в наших реках И озерах Рыбы с каждым годом Становится все меньше И меньше Причины здесь Конечно разные Засуха Пожары Вырубка леса Ну и другие Наши участия А сейчас Стоп Стоп Сейчас смотрите Игорь Борисович Продемонстрирует Нам мастер-класс Молодец Игорь Борисович Видите Опять поймал Окушка Игорь Борисович Настоящий Матерый Рыболов Ну что Игорь Борисович Здесь Есть на что надеетесь А что Рыбацкую удачу Итак Тихо Мирно Прошел Еще один День Нашей рыбалки На следующее утро Мы проверили Все свои самоловы Они оказались пустыми Попробовали Порыбачить Тоже безрезультатно И тогда Мы отправились Своим соседям Узнать А как обстоят дела У них Наши соседи Хорошо Технически Оснащены У них есть Эхолот Прибор Измеряющий Атмосферное Давление И другие Различные Приборы Они Также нам Поведали О том Озеро Здесь Имеет Определенный Рельеф Там Где они Стоят Они Стояли Посередине Озера Глубина Всего Четыре Метра А там Где мы Стояли Мы Стояли Там Глубина От Семи До Десяти Метра Мужики Порыбачив За последние Два Дня Пришли К выводу О том Что рыбалки Здесь Нет Клев Очень Слабый И поэтому Решили Переехать Другое Место Двух Мегла Это Такая Блесна Вот она Легендарная Блесна На которую Ловится Крупный Окунь И щука Кроме Того Я забыл Сказать Мы на этом Озере Ловили Окуня Щуку И чебака На третий День Рыбалки Мы решили Прислушаться К совету Бывалых Рыболов И сменить Место Своей Постоянной Дислокации То есть Переехать Другое Место Попробовать Рыбалку Там Мужики Говорят Так Что Рыбу Нужно Искать Артем Артем Как на санях С дровами Артем Куда Направляетесь В поисках Крупной Рыбы Мелкую Уставлю Ловить Искать Нужно В поисках Искать В поисках В поисках В поисках в этом месте рыбалка пошла повеселее но окунь здесь достаточно мелкий такого окуня мы могли поймать 100 километрах от четы и тем не менее у нас ожил интерес к рыбалке игорь борисович разглядывает большую рыбу он думает сейчас подойдет там щука и он кинет ей чем-нибудь в голову а потом ее оттуда вытащить за короткий период времени нам удалось наловить целый чайник рыбы эту рыбу мелкую мы будем использовать на живца глядывая прибрежные берега я подумал о том что как если приплыть летом сюда на лодке то здесь будет очень сложно найти подходящее место для разбития лагеря при том летом на автомобиле сюда не проедешь можно только по воде по реке это там 6 примерно километров надо будет лодку и все снаряжение переносить по суше на балансир окунь берет из-под самой кромки льда то есть опускаешь ниже кромки льда там уже какой-то товарищ пытается нападать мы от него мужественно отбились и едем дальше опускаем сверху вниз местами делая паузы окунь мелкий берет с разгону такой вот выловил маленький да шакшинский стандарт Игорь Борисович только что вытащил на балансир вот это окунь вот это действительно хозяйский дежурный по кухне Артем смотри Артем смотри видел это со временем пока ответственные люди готовят некоторые тут окунь успевают нифига вот это окунь вот это красавчик действительно надеется Игорь Борисович на это каша из топора сегодня каша гречневая Артем дежурный по кухне дневальный вечный дневальный но по сроку службы положим и так в поисках рыбных мест мы проносились целый день порыбачили на одном озере вернулись обратно на то озеро на котором стояли попробовали опять там переехали на третье озеро в результате оказались на реке Цыпа там тоже просверлили лунки и попробовали рыбачить рыбалка тоже была нерезультативная в конце концов мы поставили самоловы и упали спать эту песню не задушишь не убьешь рыбацкий бог не убьешь не убьешь эту песню запевает молодежь готовимся к сду молодежь молодежь утром мы быстренько встали проверили самоловы быстренько собрались и направились дальше уже в сторону дома время к обеду и мы остановились на реке Цыпикан Игорь Борисович быстренько просверлил лунку и сел рыбачить Игорь Борисович ну что для тебя есть рыбалка рыбалка для меня это образ жизни я на рыбалке душой отдыхаю негативную энергию так сказать сбрасываю когда я месяца полтора-два без рыбалки становлюсь злым раздражительным ничего меня не радует стоит съездить на рыбалку пусть даже не поймать там большую или много рыбы просто съездить и все и я доволен как удав и жизнь меня радует вот примерно так рыбалка для меня ну вот дорогие друзья на этой ноте я думаю и пора заканчивать наш рассказ мы хорошо съездили отдохнули порыбачили сохранили тайну местонахождение этих таинственных бурятских озер любите друг друга цените жизнь мира вам и добра что не что вы это все в и все Субтитры сделал DimaTorzok